Любой лектор, который не знает, что за Антарктическим кругом находятся новые земли, заведомо будет делать неверные выводы в своих учениях, в своих изысканиях. Даже птицам, чтобы взлететь, нужно от чего-то оттолкнуться. Сегодня я прочитал увлекательное содержательное письмо. Мурада Магомедова, которое мне захотелось озвучить. Письмо очень интересное, и я с удовольствием вам его зачитаю. Добрый вечер, Вячеслав. Сегодня чисто случайно увидел пару видео ваших о теории сотовой земля. И я просто в восторге от того, что узнал для себя. Особенно, что в Антарктиде должна быть стена, отделяющая нас от соседней сот. Еще одно видео о легенде туземцев, про богиню, которая прилетела и подарила им первое оружие бумеран. Вот к чему я клоню. В разных мифологиях описаны миры и племена с разными чертами характера. Например, скандинавская мифология, насколько я помню. Там было 9 миров. В одном из этих миров был мир ледяных великанов. Откуда был бог Один, который выкрал приемного сына Локи. В исламской мифологии, в хадисах, есть тоже легенда, претендующая на роль соседней соты. Это легенда о племени Гох и Магох. В очень древние времена, до прихода нашего пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и присутствует, существовало племя Гох и Магох. Это племя было безжалостным, кровавым. Куда бы оно ни пришло, внесло смерть, насилие, разрушение. И вот в один прекрасный момент через те земли шел Зуль Карнайна, очень верующий и умный из всех на тот момент людей на земле. К нему подошли люди и попросили помочь оградить их от этих варваров. И он сказал, хорошо, принесите мне энное количество тонн различных металлов в твердом и расплавленном состоянии, и я попробую вам помочь. И они выполнили его условия. Зуль Карнайна из этого металла воздвиг очень высокую стену, очень толстую, вокруг племени Гох и Магох. С тех пор в писании говорится, что Гох и Магох со своей стороны потихонечку разрушают стену, чтобы не оставить камни на камни. Своего рода это будет апокалипсис, когда они вырвутся и растекутся по ячейке во все стороны, нескончаемым числом. Об этом местоположении стены никто не знает. Но в описании сказано, что на страже этой стены стоят три брата. А у основания находится водоем, в котором всегда горячая вода. И если посмотреть на закат солнца, то такое ощущение, что солнце тонет в этом водоеме. Есть одна версия, что одна экспедиция нашла озеро Иссык-Кюль. В нем всегда теплая вода. Там находится с гора с очень ровными отвесными скалами. А с обратной стороны находятся три громадных горных хребта. Металлоискатели начали как бы присваивать себе эту гору и разрабатывать каждый сантиметр. При этом находили металлы, которые нам неизвестны. Так вот, Вячеслав, ваша теория сот более подходит к этой легенде. Во-первых, стена в Антарктиде. Во-вторых, там, где очень холодно, теплые озера. А в-третьих, вода чем глубже, тем теплее. Ну, вы знаете, от себя скажу следующее. Если рассматривать Антарктический круг в полной мере, то когда мы приблизимся к нему, мы столкнемся со льдами. Но когда мы углубимся... Но когда мы углубимся вглубь, в кавычках, континента, мы столкнемся с тем, что там очень теплый климат. И когда закончится теплый климат, мы будем продвигаться дальше, мы опять столкнемся с невыносимым холодом. Насчет теплого климата очень хорошо было рассказано и показано в достоверной истории, связанной с землей Санникова. Они очень долго шли через снежную пустыню, а потом оказались в оазисе. Если бы они дальше продолжили свое путешествие, они бы опять бы оказались в ледяной пустыне. И потом незамедлительно наткнулись на ледяную стену. Сейчас трудно судить, попали ли отважные путешественники Санникова в соседнюю ячейку. Но то, что однозначно они столкнулись с тем, что при высадке на Антарктический круг было очень холодно. Но по мере того, как они начали продвигаться вглубь, опять же в кавычках, континента, они столкнулись с теплым климатом. Книгу я не читал, но по сюжету фильма якобы вулкан остыл, и все замерзло. Ну, это, скорее всего, корректировка, возможно, современная этой книги. А может быть, автор просто включил свое воображение, чтобы логически закончить свое повествование. Ну, а с вами по-прежнему Вячеслав Котляров. Спасибо большое, что слышали, меня слушали. Всего вам доброго. Благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok